Когда уже поняли, насколько пластик вреден и как много его остается от всего лишь двух человек за месяц или даже за неделю, решили попробовать что-нибудь сделать. Чуть-чуть, конечно, путались поначалу, но ничего, быстро привыкаете. Надо все помыть, почистить от ценников. Да, например, от пакетов нужно отодрать ценники, спрессовать баночки, как мы сейчас делали, если это не жестяные или алюминиевые. В принципе, все правила написаны на сайте, я сортую и в телеграм-канале часто и на фейсбуке постят это все. Пришла с пакетами, с пакетами ухожу, потому что есть куча пакетов, которые не перерабатываются, вот, приходится уносить их с собой в обычный мусор. Да, можно спросить, потому что я, например, что-то знала, в какую коробочку бросить что-то не знала, и вот узнала, что есть определенный тип пластика, который почему-то не берут на переработку, но, я не знаю, это особенности наших переработчиков или вообще. Мы просто начали сортировать, и к нам пришли на мобиль люди такие невероятные. Удивились, каких людей эта тема объединила. То есть пассионарий, прям полгорода Харькова, продвинутейших людей, которые занимаются там совершенно другими тоже культурными проектами, они считают это важным, и откликнулись, и пришли, и сортировали, и все это было весело, и просто, просто хотелось встречаться с этими людьми еще. Мне кажется, что вот следующий шаг, вот именно, это четкий график мобилей, потому что, если люди могли бы, ну, если мы могли бы заранее оповестить людей, что вот график такой-то, вы можете там повесить объявление, рассказать соседям, то людей будет больше. И, собственно, наша задача, чтобы как можно больше людей узнали, что вот есть сортировка, во-первых, в Харькове, что люди уже сортируют, что вторсырье не выбрасывается потом на мусорку, что у нас целый огромный рынок переработчиков. Решила, что у нас в Исоком тоже имеет место быть сортировка отходов. Вот, и решили, мы сможем сделать такой простой. Этот контейнер сортировочный мы передали на баланс поселка. Подарили поселку уже официально, на сессии приняли решение. Вот, ну, как нам сказали, что надо было сначала спросить, а потом делать такие подарки. На самом деле, очень хотелось бы, чтобы это работало для людей. Есть такие люди, бабушка вот с аночками всю зиму протаскалась и говорит, спасибо вам огромное, потому что реально некуда деть мусор. И она с внуками придет, вот кидает, как положено. У нас нет законодательства просто на сегодняшний день, которое бы, ну, которое бы обязывало чиновников в обязательном порядке внедрять сортировку. То есть вот история с Высоким, например, это яркий показатель, что люди могут от этого даже отмахнуться. То есть даже если вот стандартная, как бы, отговорка, это нехватка бюджета, да, у нас нет бюджета, да, это все не дешево, но и не очень дорого. То есть бак обычный стоит, там, ну, тысячу гривен, да, ну, пускай две. Пускай там эта сетка будет стоить полторы тысячи гривен, но это не огромные деньги. С помощью того же вторсырья можно пополнить этот бюджет. Этого никто не считает, ну, пока, во всяком случае. Да, регулярно прихожу, как только вот появилась эта инициатива, когда появилась возможность выбрасывать мусор не в общую мусорку, относить его в специальные места и как-то минимизировать свой вклад в загрязнение окружающего мира, то вот я это сразу начала делать, потому что это достаточно просто, в принципе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова